Мама, у меня 11 эмоций, это, наверное, так мало. Родная, у тебя 11 миллионов эмоций, ты вытащишь нас с отцом из нищеты. А у вас с папой сколько? Нам с твоим папой выделяется на год всего по 100 эмоций. Мы берем вашу дочь в самую лучшую школу в мире, так как у нее самое большое количество эмоций. Мама, а зачем в лучшую? Я хочу в обычную. Простите, мисс, она так шутит, моя дочь будет счастлива учиться в лучшей школе. Отлично, тогда мы подготовим для вас все документы. А правда, что ты из самой бедной семьи? Да, правда, а что? Просто в этой школе учимся мы, а мы все с богатой. Так, я тоже богатая, у меня 15 миллионов эмоций. На самом деле, я впервые вижу такое большое количество эмоций. Меня зовут Амалия, может быть, будем дружить? Най, дочка, ты так изменилась, что с тобой происходит? У меня все в порядке, мама, а что? Ты свое лицо видела, ты совсем безэмоциональная. Раньше ты была улыбчивым ребенком, а сейчас что случилось? Я просто не хочу тратить эмоции, смысл их тратить, если я могу копить? Так ты ей так ничего не рассказала? Нет. Ты уверена, что все-таки стоит это делать? Это же как-то неправильно. Ты мне лучше расскажи, почему он такой? После того, как умерла его сестра, у него пропали совершенно все эмоции. Мам, я дома... Что? Куда у меня пропало 5 миллионов эмоций? Най, дочка, это я взяла. Мама, ну ты же знала, что я их копила. Я их отдала твоей сестре, и они были нужнее. У нее вот самой было много. Они тебе были все равно ни к чему, Най. Ребята, сегодня праздник, день обмена эмоциями. Ты не передумала ему дарить эмоции? Да, только правда осталось у меня благодаря маме меньше. Итак, выберите человека, которому хотите подарить эмоции. И помните, что сделать это можно только раз в 10 лет, будьте внимательны. Привет. Нет, я хочу подарить тебе 10 миллионов эмоций, а мне и одного миллиона хватит. Что? Нет, только не сейчас. Моя мама снова забрала мои эмоции, и у меня осталась только одна. Девочки, смотрите, у нее всего одна эмоция. Да, значит, ее сегодня выгонят из нашей школы. Не выгонят. Най, пожалуйста, пройдите в кабинет директора. Директриса, вы хотели меня видеть? Най, поскольку у вас всего одна эмоция, вы не можете учиться в нашей школе и оплачивать обучение. Хорошо, я поняла, до свидания. Всего доброго. О, господи, Най, что случилось? Ничего, мама, просто у меня осталась одна эмоция. Я не поняла, что произошло? Потому что вчера ты забрала у меня 6 миллионов эмоций и подарила моей сестре. Так, ты должен срочно заработать больше эмоций, чтобы мы снова их отдали твоей сестре. Найечка, ты такая безэмоциональная. Ты что-то хотела, сестренка? Да ничего, просто пришла тебе сказать, что меня пригласили перевезти в твою школу на твое место. Рашусь, все твои эмоции теперь у меня. Я за тебя рада, отлично. Ребята, это Най, она перевелась к вам из самой лучшей школы. Всем привет. Что? Из лучшей школы? Ну почему? Кто вообще из лучшей школы переводится в бедняцкую? Сюда переводятся те, у кого не остается эмоций для оплаты лучшей школы. Привет, ты вроде Най, а почему у тебя не осталось эмоций? Потому что у меня было 10 миллионов, и эти эмоции моя мама отдала моей сестре. Ого, какой ужас. Девочки, сегодня вечеринка в школе, вы все пойдете? Най, ну как, ты пойдешь? И куда ты собралась, Най? Я собралась на вечеринку, она будет у нас в школе. Постой, а ты что, не заработала эмоции для своей сестры? Ничего я не заработала, никому ничего не должна. Как ты не понимаешь, ты снова должна накопить эти эмоции, чтобы твоя сестра поступила в колледж? Най, как тебе мужика? Крутая? Да, крутая. Девочки, это студенты из лучшей школы. Зачем они здесь? Ты кого-нибудь из них знаешь? Знаю. Посмотрите на этого парня, какой он красивый, но взгляд надменный все портит. Подождите, он что, идет в нашу сторону? Здравствуй, ты что-то хотел? Что, у меня бесконечное количество эмоций? Най, а дочка, откуда у тебя столько эмоций? Мама, не смей даже прикасаться к ним, это мои эмоции, не трожь. Пока тебе не исполнилось 18 лет, это я решаю, кому и сколько эмоций оставлять. Что, минус 15 миллионов? Ребята, у одной из вас бесконечное количество эмоций. Кто? У кого? Да такого быть не может. Это у меня. Так вот, Ная, я бы вам не советовала раздавать эти эмоции. Система такого не любит, может произойти сбой и обнулиться все, что вы имеете. Достань еще ручку. Что? Да она издевается. Что такое, Ная? Моя мама списала с моего счета 50 миллионов эмоций. Что? Серьезно? Ная, а ты слышала, что твоя сестренка купила себе самую последнюю модель Феррари? Пришла наконец-то. Мама, это уже ни в какие ворота, ты не должна брать мои эмоции без разрешения. А то что, уйдешь из дома? Именно это я и сделаю. Можешь собирать вещи прямо сейчас, до 18 лет еще 2 года, и я сниму со твоего счета столько эмоций, сколько захочу. Здравствуйте. Вы обратились в полицию, что случилось? Моя мама забирает мои эмоции, они могут обнулиться. Девушка, вы шутите? У вас бесконечное количество эмоций. Но... За ложное обращение мы снимаем с вас 100 миллионов эмоций. Что? Тебе что, реально не помогли в полиции? Как так? Они не то, что мне не помогли, они еще эмоции с меня содрали. А как же, Люцифер, ты что, ему ничего не рассказывала? Я не знаю, я его уже давно не видела. И куда ты собралась? Я ухожу, мама, я буду жить у своей подруги. Я воспитывала тебя, как родную дочь, а ты, а ты такая неблагодарная тварь. Что? Моя мама никогда не была тебе родной матерью. Поэтому за то, что я растила тебя, я возьму соответствующую плату. Мама, что ты наделала? А теперь держи свою сумку и выметайся из дома, ты меня слишком расстроила, Ная. Да, ты слышала, что сказала моя мамочка, выметайся. Смотрите, у нее минус 565 миллионов. Я не пойму, как она на ногах держится, ей, наверное, очень больно. Я не понимаю, как она вообще не умерла. Как видите, я жива, ничего со мной не случилось. Итак, детки, выбирайте, что будете на обед. Я хочу стейк, можно мне его. А я хочу котлеты в панировке. А можно мне кашу на воде, пожалуйста? Ная, у тебя не хватает эмоций на обед, у тебя вообще минус. Смотрите, нищебродка даже на обед не хватает. Ребята, сегодня всем нужно сдать эмоции на продолжение обучения. У меня нет эмоций, я могу в другой раз? Ная, тогда вам придется покинуть нашу школу, за все обучение нужно платить, запомните это. Зачем ты пришла, я же сказала тебе выметаться из дома. Ты сказала, что ты моя не настоящая мать, но кто мои настоящие родители? Я растила тебя, как родную дочь, пока ты не стала неблагодарной тварью. Просто скажи мне, кто мои родители. И что, она так ничего не рассказала, кто твои родители? Она мне сказала, что они были какими-то пьяницами, и она воспитывала меня сама. В общем, главное без паники, пока подживешь у меня, а потом разберемся, что делать дальше. Ная, будешь кофе? Да, налей, пожалуйста. Срочные новости, стало известно, что дочь президента и распределитель эмоций была похищена еще в младенчестве. Бред какой-то. Ная, сегодня ваш последний день в школе, вы должны покинуть ее. Я поняла, директриса, спасибо. Ребята, там президент приехал, срочно нужно пройти в актовый зал. Иди сходи в актовый зал, а потом выметайся из школы. Ребята, все вы знаете, что дочь президента была похищена. И чтобы ее найти, президент начислит ей большое количество эмоций. Если они появились у кого-то из вас, пожалуйста, сообщите. Он, походу, будет реально ездить в каждую школу и проверять. Жаль, что это оказалось не ты, я так надеялась, что ты дочь президента. Я тоже, но чудес не бывает, Кэти. Люцифер, где ты был? Я тебя так долго искала. Что, но? Доченька моя родная, неужели это ты? Неужели я нашел тебя? Папа? Мой отец создатель эмоций, президент не может быть. Да, Ная, Люцифер нашел твоего отца. Я должна вернуться домой и поговорить с матерью. Зачем? Ты уверена, что это хорошая идея? Она украла меня у родных родителей, всю жизнь забирала мои эмоции. Она должна ответить. Мама? Зачем ты вернулась? Я же сказала тебе не переступать порог этого дома. Ты похитила меня у родных родителей и всю жизнь забирала мои эмоции. Они сами тебя выкинули, а эмоции я забирала, как плату за то, что я тебя воспитываю. Мамочка, у нее так много эмоций, можно я заберу себе? Конечно, родная, бери. Смотрите, это она, потерянная дочь президента. Ная, подождите, могли бы вы дать мне интервью? Зачем? Я ведь сама ничего не знаю. Сейчас вы единственный человек в мире, у которого больше всего эмоций. Это ненадолго. Ты как? Кэти, это несправедливо. Пока мне не исполнилось 18 лет, мать спокойно списывает мои эмоции. Ты должна рассказать об этом отцу, он разберется. Я тоже об этом думала, но решила, что разберусь с этим сама. Ная вас вызывает к директору. Директриса, вы меня вызывали? Да, Ная, я вчера вам говорила покинуть нашу школу, но я ошиблась. Я хочу, чтобы вы продолжили наше обучение. Да неужели? Да, конечно, сейчас в вашего счета спишутся средства за обучение. Девушка к президенту нельзя. Это мой отец, отпустите. Все в порядке, это моя дочь. Что такое, родная? Папа, я хотела с тобой поговорить. Я тебя внимательно слушаю. Ты ведь создатель этих эмоций. Я не понимаю, к чему ты плонишь. Что ты задумала, Ная? Мне нужна твоя помощь. Мамочка дорогая. Пришла дать нам еще эмоций? Кристиночка, иди возьми, сколько тебе нужно. Да, берите, конечно. Мне как раз нужны эмоции на новое платье. Ай, о господи, что ты делаешь? Доченька, я же тебя люблю. Я ошиблась. Сестренка, я тебя тоже люблю. Останься с нами. Конечно. Срочные новости. Найденная дочь президента провела рекорды. И теперь она начисляет эмоции всем, кто этого заслуживает. А еще, наконец-то, она приняла руку и сердце. Люцифер, сынок, познакомься. Это твои две сестренки Ная и Нея. Зачем ты их притащила в наш дом? Убери их от меня. Сынок, ну посмотри, какие они хорошенькие. Это Найечка. Вот Ная некрасивая. Она похожа на гусеницу. А Нея красавица. Люцифер, братик, я нарисовала тебе рисунок. Уйди от меня, мне не нужны твои рисунки. Люцифер, я тоже нарисовала тебе рисунок. Посмотри. Нея, какой прекрасный рисунок. Ты такая талантливая. А Нея просто гусеница. Родная, скажи мне, что тебя беспокоит? Мама, он меня не набирит, потому что я уродка, а Нея красавица. Ну какая же ты уродка. Ты посмотри на свои красивые глаза, твои волосы. Ты прекрасна. Хватит ее успокаивать, мама. Нея прекрасна, как бабочка. Она гусеница. Найечка, сестренка. Ты чего такая счастливая? Тут Аид написал, сегодня будет вечеринка. Ты пойдешь? Ну не знаю даже, а ты пойдешь? Конечно пойду. Вообще говорят, что Аид положил на тебя глаз и вообще он в тебя влюбился. Да ну тебя, Нея, скажешь тоже. Найка, слушай, а правда говорят, что твой брат запал на Нею? Твою сестру. Креди, ты чего взяла? Мы же родные, что за бред? Ой, да не смеши меня, все давно знают, что вас Нея удочерила, да и вы с ней не родные сестры. Кто об этом говорит? Нея, ого, что это у тебя? Сестренка, это Люцифер подарил мне такое платье. Красивая, тебе очень пойдет. А тебе он что, ничего не подарил? Нет, конечно, ты же знаешь, что мы с ним даже не разговариваем. О, приехало такси. Ну что, идем на вечеринку? Най, ну выглядишь ты шикарно. Спасибо, Аид. О, Люцифер, привет, ты тоже решил пойти, а мы тут с твоей сестрой развлекались. Да, Люцифер, мы отлично развлекали. А ну отпусти меня, ты что делаешь? Раде, ого, ты, Люцифер, что ты делаешь? Мама, я была на вечеринке, он пришел и приволок меня домой. Сынок, а где Нея? То есть ты оставил Нею там развлекаться, а меня притащил домой? Найя, сестренка, вернулась с вечеринки, как отдохнула. Нея, что с тобой, почему твои руки в крови? Это Люцифер, он забрал меня с вечеринки на машине после тебя и прямо в машине. Нея, это Люцифер, что он с тобой сделал? Он меня, он, он сказал, что давно любит меня, тебя ненавидит и он... Молчи, Найя, успокойся, я сейчас разберусь, я все уложу. Да, пожалуйста, сестренка, разберись с ним, я прошу тебя. Я сейчас вернусь, Найя. Найя, сестренка, что случилось? Это Люцифер, Найя, это он меня. Найя, боже, как это произошло, расскажи мне. Он забирал меня с вечеринки прямо в машине. Не плачь, родная, я сейчас разберусь. Да, разберись с ним, пожалуйста. Подожди здесь, Найя, я сейчас вернусь. Мама, где Люцифер, я его сейчас прикончу. Он привез тебя с вечеринки и уехал обратно. Он что-то сделал с Нейей, с моей сестрой. В каком смысле, господи, быстро расскажи мне, Найя. Люцифер, Люцифер, что ты сделал с моей сестрой, чертов ублюдок? Ты врешь, ты всегда врал, я тебя ненавижу. Нэ, Нэя, родная, с тобой все в порядке? Да, да, сестренка, все хорошо, а где Люцифер? Я с ним разобралась, все будет в порядке, он за это ответит. Спасибо тебе большое, он сказал, что он всю жизнь любил меня, от тебя ненавидел. Найя, мне неудобно спрашивать, ну что произошло с твоей сестрой? Подожди, Кэти, я никому об этом не рассказывала, откуда ты знаешь? Только она ходит вся светится, такая счастливая просто. Подожди, нет, я видела, и она плакала, ей было плохо. Но я уж счастливое лицо от несчастного, ты могу отличить, Найя? Нэ, откуда у тебя цветы? Это мне подарил Люцифер. Я ничего не понимаю, ты же плакала, ты мне рассказала. Я просто поняла, что люблю его. Нэя, что ты несешь? Той, несу, Найя, ты просто мне завидуешь, ты всю жизнь любила его, а он достался мне. Аид, привет, о господи, что с твоим лицом? Привет, красотка, до братства и постарался. В каком смысле? Только ты не помнишь, он вчера, когда забирал тебя с вечеринки, пообещал вернуться, так он вернулся. Кстати, а ты не знаешь, где он есть? Не знаю и знать не хочу. Мам, я дома, ты не видела Нэю? Я искала ее в академии. О, Найя, ты вернулась, у нас новости про Нэю. Что-то с Нэей, с ней что-то случилось, мама? Да, успокойся, подожди, Найя. Сестренка, мы просто с мамой хотим сообщить тебе важную новость. Найя, сестренка Люцифер сделал мне предложение. Найя, Люцифер мне сделала предложение. Что, Нэя, ты же сказала, что он тебя из... Я тебе соврала, Найя, а ты поверила. Ну, я ему из-за тебя таких гадостей наговорила. Не переживай, Найя, может быть, это и к лучшему. Найя, а что правда Нэя выходит замуж за Люцифера? Правда, но только перед этим она вся домой пришла в крови. Что? Это еще в каком смысле? Она мне сказала, что он ее... Того самого, что ли? Обалдеть! Люцифер, подожди. Я хотела извиниться. А вообще, насчет Нэя счастья вам и красивых детишек. Нэя, а это правда, что ты выходишь замуж за своего брата? Правда, но только никакой он мне не брат. Меня удочерили. А как же Найя, я слышала, говорили, что он ее очень сильно любит. Может быть, и любил когда-то, но теперь он женится на мне. Все остальное в прошлом. Люцифер, дорогой, я хочу, чтобы ты сделал так, как я скажу. Ты должен сказать ей, что ты никогда ее не любил и всю жизнь ее ненавидел. Мам, я собрала все вещи. Ты все обдумала насчет переезда. Да, только зайду еще раз попрощаюсь с Люцифером. Я знаю, как тебе тяжело. Между вами с Люцифером всегда была какая-то незримая связь. Иногда мне казалось, что он тебя ненавидит. Но это не так, Найя. Не говори ерунды, мама. Люцифер, я хотела попрощаться. Но я... Как это было трогательно, Люцифер. Я думала, ты заплачешь. Я выполню свое обещание. Найя будет жить, и я ее не трону. Найя, вы готовы взять мужья Люцифера и быть с ним до конца дней? Да, я готова. Люцифер, а вы согласны взять в жены Нейю и быть с ней до конца ваших дней? Тогда объявляю вас мужем и женой, можете поцеловаться. Найя, ты готова идти в школу? Готова, мама, но можно мне задать тебе вопрос? Конечно, родная. Почему меня назвали точно так же, как и тебя? Потому что твой папа меня очень любит, и поэтому назвал тебя точно так же. Пердолья сказала, что она боится идти в первый класс. Лея, сегодня твой первый день в школе. Да, мама, мы готовы. Отлично, постарайся найти себе там новых друзей. Привет, тебя вроде зовут Лея, а я Найя и Пердолья. Только ты мне кого-то напоминаешь. Привет, меня зовут Лея, но ты мне тоже кого-то напоминаешь. Найя, ты куда собралась? Мам, меня подруга пригласила в гости. Хорошо, только как соберешься домой, позвони отцу своему Аиду, он тебя заберет. Да, мама, я поняла, но я вообще-то уже взрослая. Найя, наконец-то ты пришла, давай, заходи. Привет, а где твои родители? Мама с папой ушли в ресторан, их долго не будет. Я так и не поняла, почему твоя мама против того, чтобы мы с тобой общались? Если честно, я не знаю. Вот еще наш семейный альбом, ты посмотри на эти фото, я не могу. Найя, ты чего? Что? Лея, что это? Я никогда раньше не замечала, что ты делаешь на этой фото. Лея, это не мое фото, это фото моей матери. Дай посмотрю. Боже, а вы же с ней одно лицо. Мама, Майя, ты уже вернулась? Почему так быстро? Скажи мне, что твое фото делает в альбоме моей лучшей подруги Леи? Так, та самая подруга, это Лея, дочь Ней? Найя, ты чего пришла? У меня же родители дома. Прости, я просто у тебя рюкзак свой забыла. А, извини, я сейчас его принесу, подожди здесь. Папа, это пришла моя подруга, она уже уходит. Стой здесь, держи и уходи. Спасибо. Здравствуйте, я вас не знаю, кто вы? Папа, это Найя, моя подруга, она дочь Нань и Аида. Дочка, ты уже получила свою метку? Да, мама, смотри. Нет, Найя, ты срочно должна ее спрятать. Но почему? Замазывай ее постоянно, и если кто-то спросит, говори, что у тебя пока не появилась метка, поняла меня? Ну, а что будет, если кто-то узнает? С меткой от 1 до 5 идут в класс избранный, 5 до 10 в класс отбросов. Эй, ты! У меня нет, мне еще не дали. Тогда ты идешь в класс отбросов. Но почему? Давай, пошевеливайся в свой класс отбросов. Всем привет. Стой, а почему ты с нами? Мы же отбросы, а у тебя вроде вообще нет метки. У меня пока не появилась метка, поэтому мне сказали учиться с вами. Я бы так мечтала быть избранной. Но мы рады, что такая хорошая девочка будет учиться с нами. Здравствуйте, мы пришли на обед и хотели бы получить наши порции. Ой, девочки, вы же из класса отбросов, вы обедаете самые последние. Ребята, вы чувствуете? Фу, отбросами воняет. Эй, вы, эти места для избранных отбросов обедают на помойке. Да идите вы к черту. Родная, что случилось? Мама, ты специально это сделала, сказала, чтобы я спрятала метку. Родная, что случилось? Объясни мне. Я учусь в классе отбросов, нас всех оскорбляют и даже не кормят. Вы, наверное, хотели учиться в классе избранных, быть под постоянным контролем и чтобы все узнали. Найя, не сиди долго в планшете, глаза испортишь. Хорошо, мама. Я докопаюсь до истины и узнаю, что значит метка в форме буквы А. Данные недоступны такой метки не существуют. Хотите узнать значение меток от 1 до 10? Еще. Доброе утро, отбросы. Доброе утро, профессор. Отличное приветствие. Найя, ну ты чего? Мы хоть и отбросы, но нас хотя бы не мурыжат так, как избранных. Знаешь, я никому не позволю нас так унижать. Ну тихо, жалкие отбросы. Тишина в классе. Ну и денек сегодня, я так устала. Не говори. Всем отбросам и избранным срочно пройти на проверку меток. В смысле? Это еще зачем? Как зачем, Найя? Ты не знала, что многие замазывают метки и рисуют другие? Дай свою руку для определения метки. Но если у меня изначально не было метки. А ну дай сюда руку и не трать мое время. Определение метки. Метка определена. Найя, быстро покажи мне свою метку. Мама, может быть не надо? А ну живо покажи. Господи, я знала, я знала, что ты одна из них. Мама, у меня здесь еще какой-то таймер. Что это значит? Девчонки, смотрите, это она. Она проклята. Скоро она превратится в этого ужасного монстра. Вы что, с ума сошли? Я ни в кого не превращусь. Это всего лишь тупая метка. Тебе осталось всего лишь 22 часа, и ты обратишься в этого уродливого монстра. Всем студентам остаться на местах, Найя, а вы пройдемте с нами. Зачем? Куда вы меня уведете? Сейчас ее заберут и наверняка истребят. Согласны, таких как она вообще нужно прятать в клетку. Мама, мамочка. Найя, я не поняла, почему ты не в школе? Я тут избежала, за мной пришли, меня хотели куда-то увезти. Родная, так и нужно, они тебе помогут. Да, Найя, зря вы сбежали, мы хотим вам помочь. Ты с ними заодно. Давай, не живей. Принимайте такую же, как вы. Расцепитесь от меня. Привет. Почему они все такие ужасные? Еще пять часов, и ты станешь такой же. Дайя, не переживай, это совсем не больно. Я такой не стану. В этой дурацкой комнате нигде нет связи. А сколько у тебя осталось времени? Тридцать минут, но я не хочу быть одной из вас. Ты уже превращаешься, этого не миновать. Найя, у тебя обращение через полчаса, идем с нами. Куда, куда мне опять идти? Удачи. Ничего не бойся, превращение пройдет легко. Я что, стану каким-то вампиром? Нет, что ты, вампиры, это из сказок. Вы же будете намного сильнее. Время таймера вышло. Начинается обращение. Сущность определена. Дампир. Дампир? Но кто это такой? Нам очень жаль, из тебя получился... Подождите, скажите, пожалуйста, почему вам жаль и что это значит? Я не хочу быть этим чудовищем. У меня сейчас борются две сущности. Скоро клыки пропадут, и ты будешь неотличима от человека. Смотрите, идет не до вампир, не до человек. Зато не превратилась в ужасного красноглазого монстра. Зато такие, как ты, являются низшим классом, и все будут тобой питаться. Итак, сегодня у нас с вами важный урок сущностей. Вампир, великая сущность, питаются кровью, обладают немыслимой силой и скоростью, и живут вечно. Да, Ная. Простите, но кто тогда домпиры? Дампир, это особая еда для вампира. Что? Ная, ну смотри, домпиры тоже важны. У вас особый состав крови. В смысле, что это значит? То, что крови обычного человека нам хватает на сутки, а домпира на месяц. Кэти, скажи, пожалуйста, сколько нас вообще домпиров? Сейчас я за каждым вампиром распределю его домпира. То есть вы хотите сказать, что каждому вампиру вы раздадите его личную соску? Именно так, Ная и Кристофер. Ой, бедняжка. Нет, Ная, ей конец, он ее прикончит. Эй, Кристофер, вкусная девчонка, поделишься с другом? Спасибо, друг. Эй, крошка, ну иди сюда. Да идите вы к черту. Ная, ты в порядке? Как все прошло? Что случилось? Это было ужасно, он еще поделился кровью со своим дружком. Мам, держи, выпей гранатового сока, может быть тебе полегчает, Най. Я хочу сбежать отсюда. Завтра заключительная проверка сущности, ты обязана на ней быть. Сегодня заключительная проверка вашей сущности. Я что, смогу оказаться не домпиром? Конечно нет, такого не бывает. Это просто формальность, чтобы закрепить твой статус домпира. Мам, доброе утро. Най, до... Най, я не поняла, что в твоих руках делают мужские трусы. Эм... Эм... Чего, серьезно, реально? Трусы? Да, они мне чуть на голову не прилетели. Твой сольмейт разделся, бросил трусы на пол. Да, и они сразу прилетели ко мне. Слушай, ты так теперь по трусам можешь вычислить, кто твой сольмейт. Кэти, ты че, совсем что ли? Сегодня каждому из вас прилетает одежда вашего сольмейта. Кэти, а если мой сольмейт снял, ну, не свою вещь? Кэти, ты че? Эта женская вещь прилетит вам, если вы об этом. Серьезно, женская? Что, женская футболка? Ну, вот Найя уже прилетела. Я ему отомщу. Мне знаешь, что сейчас прилетело? Дай угадаю. Да, именно это и прилетело. Он мне неверен. Кэти, они нас никогда в жизни не видели. С чего бы им быть нам верными? Мама, маму, Линда, я дома. Найя, Кэтрин, я не поняла. На кой черт вы притащили домой мужской манекен? А у мисс Франциска это школьный эксперимент. Да, мама, это у нас такой проект с мужской одеждой. Господи, дай мне сил на этих детей. Кэти, дорогая, ты, кажется, ему ногу не туда приделала. А? Не туда ногу? Ой. Мы выбираем, надеваем на него эти шмотки и снимаем. Кто-то не офигеет, когда им куча мужского белья посыпется. Дочка, ну что, как ваш эксперимент странный? Да никак, ну хотя бы шмотки перестали падать. Сделай-ка там новости погромче. Срочные новости. Невероятно обозленный Люцифер, король ада, и Аид разыскивает своих двух солмейтов девушек, признав их неверными женщинами. Мы померли. Вы снова зачем-то померли. Выберите год, в котором хотите родиться. Как же меня это достало. Выбирайте, выбирайте, а то не дай бог вы еще раз помернете. Выбери свою суперспособность. Как я здесь должна выбирать, если здесь ничего не понятно? Ну, как-нибудь выбирай, как хочешь. Ладно. Это еще что такое? Я до тебя и добралась, грязная шляха. Выбери имя вашего мужла, Нюса. Выпусти меня, стерва. Дайте угадаю, для меня все самое лучшее, как обычно. Конечно, ты еще пальчики оближешь. Я воздержусь от облизывания. Ну, как знаешь, как знаешь. О, отличный выбор. Выбери дом, в котором родишься. А ты, случайно, в будущей жизни не хочешь меня сделать горной козлиной или кротом? Да нет, нет, конечно же, не... А вообще, я не знаю. Чего по меня-то спрашиваешь? Ладно, со скалы я точно навернусь. А вот из подземли никуда не денусь. Выбери вмешность своего отца. Ну, это уже реально смешно. Выбирай, пока я не передумала. Ладно. Сформирован, мы начинаем загрузки. Вот вчера ты помертла, а сегодня ты уже родишься на свет, душа. Поэтому выбери имя своего отца. А что скрывается за знаком вопроса? Я не могу тебе сказать, это только твой выбор, поэтому выбирай. Ладно, я выбрала. Ты должна выбрать свой тип ваш внешности. Ну, блондинке мне нравится больше. Ах, ты стерва, а я вообще-то рыжая. Теперь ты должна выбрать свою фигуру. Пусть будут песочные часы. Отпусти меня, стерва, я тебя изорву, я тебя нарву. Ты готова родиться. Удачи. Она тебе понадобится. Мамочка, мне Тор ударил молотком колбу, а Локи пнул пердолю. Хотя она его тяпнула. Доченька, что ты такое говоришь? Твои братья обладают невероятной силой, они будущие боги. А когда же у меня появится такая сила, как у моих братьев? Очень скоро, родная, она у тебя появится. Потерпи немножечко. Это Ная, она будет учиться с вами. Привет. Всем привет, я дочь Одина. Обалдеть, это твои два брата, Локи и Тор, такие красавчики. Я бы не назвала их такими уж красавчиками. А можно Ная будет сидеть со мной? Ная будет сидеть со мной. Слушай, Ная, а какая у тебя сила? У меня еще нет никакой силы. Ребята, вы слышали, у дочери Одина нет силы. Но мне всего 12 лет, у меня она еще не появилась. Да и что, сила у всех есть с рождения? Ная, как тебе новая школа? Мама, в школе все говорят, что у всех уже есть сила, а у меня она не появилась. Доченька, ну тебе нужно немного потерпеть. Но говорят, что сила есть уже у всех с рождения, мне уже 12. Чего наша сестренка такая задумчивая? Наверное, опять ходишь, что мы из-за нее уроки сделали. Во сколько лет у вас у всех появилась сила? Это вопрос с подвохом, зачем тебе знать? Просто хочу понять. Ничего тебе понимать, сестренка, просто жди своего возраста и все. Сегодня в этот важный день мы определим силу нашей дочери. Ну что, сестренка, хочешь силу, как у меня? Прости, Локи, я больше хочу силу, как у Тора, молния мне ближе. Ная, пройдите к камню-распределителю. Приложи руку к этому камню, и сейчас мы определим твою силу. Продолжение следует...